Рыболовецкие бригады завершают сезон. Конец года совпадает с окончанием срока действия официальных разрешений. Сегодня в улове пеленгаз, шимаи нет и в законном вылове быть не может. Все краснокнижные виды рыбаки обязаны выпускать. И шимайку в последние годы выпускают из сетей все чаще. За последние 7 лет своего опыта я наблюдаю увеличение поголовья шимаи в прилове во время весенней путины лова оселедним неводом. Когда мы работаем на сельдь, очень много в прилове шимаи, которую мы выпускаем в связи с тем, что она запрещена к вылову. За последние несколько лет в реке и водоемы области выпущено больше 10,5 миллионов мальков шимаи. И по наблюдениям ученых численность ее заметно увеличилась. И вот в марте объявлено – шимаю выводят из Красной книги России. Из Красной книги Российской Федерации выводится проходная форма бассейна реки Дом, Азова Черноморская Шимаи, и она становится водным биоресурсом. Но вылов все еще остается под запретом. Чтобы его снять, необходимо внести изменения в законодательство правила рыболовства и исключить вид из Красной книги Ростовской области. Только после этого будет разрешен лов и опять с условиями – на определенных территориях, определенного размера, в определенное время года. До этого времени, до момента выведения, она остается в Красной книге и добыча, вылов любыми орудиями лова, независимо – это разрешенное орудие лова, это удочка, спиннинг, или запрет на орудие лова, это там сети, любой запрет на орудие лова. Это будет считаться нарушением правил рыболовства статьи части 2.8.37 и соответственно приниматься санкции от 2 до 5 тысяч из конфискации орудий лова. Ученые продолжают работу, чтобы Шимая могла попадать в садки рыбаков законно. Разработаны требуемые корректировки законодательства и проходят необходимые согласования. На это потребуется около года. Валентина Малащицкая, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.